Всегда с восхищением смотрела на роскошные крупные экземпляры этого комнатного растения. В салонах, в крупных цветочных магазинах, выглядят презентабельно, монументально, я бы даже сказала. И, конечно же, давно нашла в интернете, как оно называется, это Замиокулькас. Но приобрести для своего дома не решалось, капризное ли, места много нужно. Но у дочери моей растет, уже большие листья. И у подруги моей тоже Замиокулькас есть. И вот пару месяцев назад купила по акции. Вот такой экземпляр, еще молоденький. Скажу вам, что Замиокулькас оказался совсем неприхотливый. Поливать надо редко и понемногу, так как родина его Африка. Может расти и на солнце, и в полутени. К почвам не требователен. Главное, чтобы был грунт легкий и рыхлый. Это полностью травянистое растение. Ствола у него нет. Но в земле есть клубень. Это видоизмененный стебель. Листья очень такого сочного, зеленого цвета. На вид как полированные. А внизу, у основания листа, есть утолщение. Черешок. Листья растут медленно. За год отрастают один-два новых листа. Еще это растение называют долларовым, баксовым. С чего это, не знаю. Видно по аналогии с толстянкой. То называют денежное дерево, а это долларовое. Какие главные моменты ухода за замелкулькасом? Его нужно регулярно поворачивать к свету, чтобы куст не распадался. Чтобы листья как бы не тянулись к свету. Любит сухой теплый воздух. Полив нужен очень редкий. Зимой можно еще реже поливать. Опрыскивать растение не надо. Один раз в месяц нужно очищать листья от пыли под теплым душем. Цветут только взрослые экземпляры. И то редко. Цветы на вид невзрачные. Вот такое оно, долларовое дерево, живет у меня на южном окне. Напишите, есть ли у вас опыт выращивания замелкулькаса. И может вы заметили за этим растением какие-то тонкие особенности. Буду вам я и все мои зрители очень благодарны. Всем пока-пока. Всем удачи.